сегодня мы рады вас снова приветствовать у нас в гостях и сегодня мы продолжаем серию наших поделок новогодних хотя принципе такие можно поделки делать любое время но поскольку скоро новый год а мы к нему готовимся до следующий год будет под символом петуха поэтому мы решили сегодня сделать из соленого теста фигурку петуха ее также можно подарить будет а можно сделать просто как украшение у себя дома можно повешать на елочку будет это будет как елочная игрушка да вот сегодня мы этим и займемся и так для начала мы сделаем тесто из которого будем лепить наши фигурки для теста нам нужна вода берем небольшие пропорции потому что лучше тесто делать немного столько сколько вам будет необходимо для ваших для вашей лепки и так мы берем воду насыпаем в нее соль насыпаем соль и всыпаем муку давай можно посыпать половинку сначала всыпь размешиваем у нас должно такой круглый получится тесто как на пельмени я хочу размешивать давай размешивая я досыпаю муку вот такое тесто у нас получилось мягкое эластичное в общем то работать им надо достаточно быстро потому что она на поверхности будет засыхать и до образовывать такую корочку не очень удобно поэтому мы должны сразу определиться что мы лепим я буду лепить петушка а дима будет лепить снеговика снеговика поэтому мы с ним поделимся этим тесто иначе делать петуха я сделаю ему голову сделал сначала шарик потом вот так вот и плющу его я не хочу чтобы у меня поделка была слишком толстая иначе она будет долго сохнуть поэтому она у меня будет вот такая довольно таки плоская примерно 3 миллиметра толщиной и делаю тело чтобы мои заготовки соединить между собой я буду использовать клей пва и сделал колесо большое колесо и пальцем на челчу узоры вот таким образом я голову подсоединяю к телу буду делать также бородку петуху и гребень вот колесо мне будет а 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 с помощью теста крыло лепим с помощью ножика рисуем перышки я мог бы стирать ежика такой ежик теперь необходимо сделать хвост петуху чтобы он был большой красивый а 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 и я сделаю еще воротничок моему петушку. Можно сделать лапки петуху. И мне осталось сделать еще ему такой крючок, за который наша игрушка можно будет подвешивать. Делаю из теста колбаску, жгутик. Просто сворачиваю в виде колечка. И так, вот такой петушок у меня получился. Я его перекладываю на лист фольги. Здесь я его подсушу. Подсушивать можно любым способом. Обычно я это делаю на батарею. Такая заготовка у меня высыхает за 2-3 дня. Вот так он выглядит. Временем, пока у нас наш петушок сохнет со снеговиком, у нас есть уже готовые заготовки, которые у нас уже высохли. И сегодня мы будем их раскрашивать. Итак, это петушок, который у нас сох в течение 3 дней на батарее. Вот такой вот он сушеный теперь получился. Его можно уже раскрашивать. И такая вот снежинка. необычная сделана в виде штурвала. Вот, я тебе про это хотел сказать. Вот. Но нужно аккуратно, конечно, делать, потому что изделие достаточно хрупкое. Если здесь какие-то делать тоненькие детальки, они, конечно, могут отваливаться, когда высыхает поделка, она достаточно хрупкая. Поэтому нужно быть аккуратным. Итак, Дима у нас будет раскрашивать снежинку. Пока я ее раскрашу, мама начнет раскрашивать петуха, а потом я к ней присоединюсь. Да, так мы и сделаем. Итак, начинаем. Итак, такие заготовки у нас получились. В общем-то, они уже, можно сказать, готовы, но их нужно обязательно покрыть лаком. Когда они высохнут, конечно. Поэтому мы дадим нашим петушку и снежинке высохнуть. Они высохли уже. Хорошенько. И будем их покрывать лаком. Да, конечно. Итак, мы берем вот такой обычный лак для ногтей. Он прозрачный. И будем покрывать наши фигурки. Мне поможешь? Точнее, я хочу тоже. Приступаем. Кстати, можно взять лак с блестками. Для декорирования тоже фигурок. Будет красиво. Или, если у вас есть рассыпчатые блестки, можно ими будет посыпать. Я как с блестками возьму. Вот наш петушок. Раскрашенный. Мы его раскрасили красками. Он подсох. Затем мы нанесли блестки, лак и тоже дали высохнуть ему. Наши поделки готовы. И мне остается только прикрепить сюда шнурок, чтобы можно было повешать нашу фигурку. на елку. Такие у нас поделки новогодние, красивые, яркие получились. Если вам понравились наши поделки, оставляйте комментарии и подписывайтесь. А мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч на наших видео. Всем пока-пока.